Радиовера и издательский дом Фома представляют Благоверный князь Феодор Смоленский Вопросов недетских скопилось очень много У Верочки и у Фомы Ответить непросто, заглянем по-соседски К знакомому доктору мы О тайном, о вечном, о личном и сердечном О жизни, о вере, о мире бесконечном Мы спросим опять и опять О ближнем, о давнем, о главном и неглавном За чаем с вареньем беседовать так славно И истину вместе искать И истину вместе искать Здравствуйте, друзья! Рад вас приветствовать! Меня зовут Михаил Гаврилович Раньше я работал в больнице, лечил детей А теперь на пенсии Немного помогаю в храме Гуляю в парке с моим верным другом Алтаем Алтай, а ты чего молчишь? Ну-ка, голос! Ха-ха, молодчина! Алтай – немецкая овчарка Удивительный пес Ну, в этом мы еще убедимся А еще у нас с Алтаем есть друзья Фома и Вера, брат и сестра Мы очень любим поговорить с ними На всякие важные, интересные темы Как раз сегодня ждем их гости Ха! А вот и они! Здрасте, Михаил Гаврилович! Алтайка, привет! Привет, дорогой! Проходите, ребята, проходите Я как раз чайник собирался ставить Садитесь к столу Проходим Садимся Я тоже сейчас сяду Мне только нужно кое-что уточнить Так, кажется, я у вас видел Что? Сейчас, сейчас, сейчас Где же? А, вот она, точно! Вер, я же говорил Правильно вспомнил Ты о чем? Да нам на уроке показывали картину А я помню, что точно ее раньше где-то видел А где? Не помнит Знаете, как мучился? Все мне рассказывал, что там воин в шлеме стоит Опирается на меч Да, за ним такой большой флаг А на флаге икона спасителя Вот же она Но я, значит, правильно решил, что видел ее у вас Это картина Павла Дмитриевича Корина Одного из самых интересных и глубоких художников 20 века У него много картин, посвященных духовной красоте человека В том числе и эта А кто на ней, знаешь? Конечно, Александр Невский Я еще знаю, что он святой, что сражался с псами-рыцарями всякими И победил их Ага, я помню Ты тогда из школы как пришел Так весь вечер мне про литовое побоище рассказывал А еще у меня был вопрос И у меня, и у меня Мы чай сегодня будем пить? О, ну тебе лишь бы чай с конфетками Ну, на самом деле, я успел его заварить Так что давайте действительно попьем И все, что тебя интересует, Фома, обсудим А, ну хорошо Так, и какой же у тебя вопрос? Нам про Александра Невского, когда рассказывали, то сказали одну его фразу Но я ее не очень понял Фома, меня даже этим мучил Он говорил, что надо, эм, э, как это, крепить оборону на западе Правильно, а друзей искать на востоке Точно! Вы знаете эту фразу, дядь Миш? И что она означает? Я знаю! У дяди Валеры есть такая штука Компас Он как раз может показывать запад и восток И это значит, что с ним надо друзей искать на востоке Да при чем тут компас, Вер? Тут что-то другое Да, фраза серьезная Александр Невский был не только храбрым воином, но и очень мудрым человеком Он считал, что для сохранения православия на Руси эти два условия необходимы Какие два условия? Давать отпор завоевателям, приходящим с западных границ И стараться избегать конфликтов на востоке И что? У него это получилось? Он дал отпор тевтонским рыцарям И мы про это еще обязательно поговорим А на востоке? Тут Невский не успел осуществить своих планов Но был другой святой, которому это удалось А это кто? Мы его знаем? Может быть и нет Но можем узнать И даже начать знакомство с путешествия в возможную реальность Если, конечно, Верочка не против Ага, сейчас он на запасы сделает Конфет за обе щеки, как хомяк, напихает и будет не против Ой-ой-ой! А тебе жалко? Кома, ну не обижай сестру На самом деле нам торопиться некуда Так что можем и спокойно чай допить Да нет! Дядя Миша, давайте путешествовать И ничего я не напихала Никаких конфет Только вот одну штучку возьму На всякий случай А куда мы отправимся и кого увидим? В 1277 год Ого! И увидим одного интересного человека Его история как раз поможет нам понять слова Александра Невского О, здорово! Ну, хорошо Алтай! О, ты уже и свой чудесный ошейник несешь Молодчина! Ну, давай застегну Так, вот Ну, беремся за поводок и закрываем глаза Как здесь красиво! Горы такие высокие, что вершин не видно Да, точно! А где мы, доктор? На Кавказе И сейчас... Осторожно! Ой! Это что, стрела пролетела? Над ухом так что-то свистнуло? О, еще! Мамочки! Вон, вон конница сюда скачет Прямо по склонам Ох, чувствую, тут будет жарко О, лучше бы я осталась конфеты есть Как я не люблю сражения? Давайте спрячемся! Да что ты боишься-то? Они же нас все равно не видят На всякий случай! Правильно, правильно Осторожность не помешает Идите сюда за этот уступ О, стрелы так и летают во все стороны Как стреляют всадники, я вижу А вот откуда им настречу стрелы летят? Наверное, это какие-то воины Которые тоже, как мы Спрятались за скалами Ах! Вон они выскочили как раз Свистят, кричат что-то по-своему Да, битва серьезная Но кто дерется, никак не мог понять А ты присмотрись внимательно Только осторожно, не высовывайся сильно Так, шлемы с кисточками, наплечники Длинные халаты какие-то О, так это же ордынцы! Но с ними рядом... Подождите, ничего не понимаю Там не только ордынцы, ой! Это русские воины, доктор Как это может быть? Почему они не против ордынцев дерутся А с ними заодно? Это что, кто-то что-то перепутал, что ли? Нет, совсем не А вон там, впереди, смотри, Фом Ах, какой-то начальник А рядом с ним прямо плечом к плечу Русский князь Ага, разглядели? Хорошо Это монгольский хан Менгу Тимур А русского князя зовут Федор Смоленский Кто они, дядя Миша? И почему их воины сражаются на одной стороне? О, наступают, наступают! А их противники отходят постепенно назад И наши, ну, то есть ордынцы прорвали оборону Враги бегут! А те за ними! Мчатся во весь опор! Да, их уже и не видно И сразу так тихо стало Может быть, мы тогда переместимся отсюда? Да, главное мы увидели Так что можем теперь в спокойной обстановке допить чай И прояснить ситуацию Потому что пока все только больше запутывается Так, Михаил Гаврилович Значит, русский князь со своей дружиной служит у ордынцев И они вместе участвуют в походах Разве такое возможно? Помните, мы говорили с вами однажды о заветах Чингисхана? Когда путешествовали во времена Куликовской битвы? А, да, точно, вспоминают Там было про то, что монголы должны были уважать все веры... Вероисповедания О, точно Но не только про это Чингисхан был дальновидным правителем Он считал, что покоренный народ может стать не врагом, а другом И многие его заветы были на это направлены Но все-таки как же так? Мы же были для них неприятелем Ордынцы умели уважать соперников Они видели духовную силу русских людей Понимали, что она не сломлена И постепенно меняли к ним свое отношение В этом была их мудрость А наши князья, они тоже были мудрыми? Конечно, Верочка Вот, например, князь Федор, которого мы сейчас видели Успехами в подобных походах он отвлекал ордынцев от русских земель Так он служил своей родине Но не только в этом дело А в чем еще? Князь Федор видел в завоевателях тех, кто в будущем может стать союзником А может быть, даже и братом во Христе Братом во Христе? Это как? А хотите, посмотрим? Вера, обещаю, на этот раз никаких сражений Тогда я согласна Алтай, ты слышал? Никаких сражений Давай свой поводок О, я знаю Мы переместились в Орду Точно, я тоже догадался Ой, они чай, что ли, пьют? Сидят Все в таких длинных халатах А вон тот, который как будто на троне Наверное, самый главный Это ордынский хан Берке За поясом кинжал, на голове шапка Хоть сейчас на коня и в поход Он и правда был воинственным правителем Но сейчас у него другие заботы Кто это перед ним? Православный епископ Михаил Гаврилович, а почему он здесь? В середине 13 века Русские князья и даже епископы должны были приезжать в Орду А, я помню, за ярлыком Ну, не только за этим Например, если нужно было о чем-то попросить Или просто, когда очередной хан восходил на престол в знак уважения Так же, как в Европе, к королям приезжали их вассалы Всякие там герцоги, графы Понятно А этот епископ чего хочет? Святитель Кирилл Ростовский прибыл в Орду, чтобы хлопотать о нуждах церкви Но он как будто не просит, а просто что-то рассказывает Да, просто разговаривает с ханом Прямо как со старым знакомым, надо же В дырке принял святителя с уважением и внимательно слушает его рассказ Что-то такое о том, как крестили жителей Ростова, да? И еще о каком-то святом О святителе Леонтии Ростовском И о чудесах, которые происходят при гробе этого святого Надо же, святитель Кирилл рассказывает о христианской вере А ханы его подчиненные так внимательно слушают Не только они Смотри, вон сидит мальчик Чуть позади трона этого, в перке А рядом с ним другой Но он зевает Да, а первый прямо не шевелится Как будто боится хоть слово пропустить И чуть не плачет Надо же, какой впечатлительный Это, наверное, сыновья хана? Тот, который слушает внимательно, его племянник А второй, да, сын И скоро их обоих ждут большие перемены Какие? Какие? А для этого нам надо переместиться чуть вперед Алтай О, все те же Только мальчиков не видно И хан какой-то другой стал Что-то он изменился Да, как будто бы похудел И такой мрачный Дядя Миша, что случилось? Пойдемте за ним Вот сюда А что это тут у них? Как будто палата в больнице Кто это так стонет? Я не вижу Вокруг столпилось столько народу Иди сюда, Вер, иди Отсюда видно Ага, спасибо Смотри, Фом Тот второй мальчик Племянник Тоже здесь А где сын хана? Так это он и стонет Михаил Гаврил Что с ним? Он тяжело заболел И местные врачи Не могут ему помочь Ой, как жалко Хан чуть не плачет Конечно Это его единственный сын И никто, никто Не может его вылечить Смотри, Вер, кто идет Святитель Кирилл Откуда он здесь? Хан вспомнил рассказ Святителя о чудесах И послал за епископом Чтобы тот исцелил его сына Ничего не понимаю А почему хан не позвал Ну, кого-то из своих Там этого знахря какого-нибудь Или, я не знаю, шамана Возможно, больше всего Известий о чудесных исцелениях Приходил из русских городов Да А еще помните Как исцелили Слепую жену другого хана Забыло имя Тай-тай Тай-ду-лу Жену хана Узбека Молодец, Верочка Хорошо, что вспомнил Я тоже помню Тогда другой хан Попросил святителя Алексея Ее вылечить Тот помолился И она прозрела Но это все было веком позже А сейчас Смотрите Епископ Кирилл Подходит к больному Молится Перед отправлением в Орду Он тоже долго молился Перед иконой Божьей Матери И у мощей Святителя Леонти Брызгает мальчика Святой водой Крапит Ого-го А дела-то пошли на лад Сын очнулся Ага И смотрит на всех Как будто удивляется Чего это все такие грустные Сел на кровати И даже пытается встать Вот дает Быстро пошел на поправку А хан Чуть ли не обнимает Святителя Кирилла Да мне кажется Он бы и в пляс Пустился от радости Только ему неловко Он же грозный завоеватель И все такое И вокруг все тоже радуются И благодаря Святителя Здорово Погодите Дядь Миш Ну вы что-то говорили Про братьев Во Христе Что ордынцы Могли ими стать Все помню Давай чуть подождем С ответом И пока пойдем За святым Он уже отправился домой Едет не спеша Ого Он прямо весь в подарках Да Хан щедро одарил Святителя Кирилла И повелел Всю дань Которую собирали С ростовских князей Жертвовать на нужды церкви Ой что случилось Кто это его догоняет Неужели мальчик Опять заболел Погоди Это не посыльно Это же бежит Тот самый племянник А что ему надо Давайте послушаем Догнал О еле дышит Пытается что-то сказать Но не может У него слезы на глазах И епископ Кирилл Удивленно на него смотрит А тот говорит Ух ты Да Он признается святителю Что не хочет больше Поклоняться солнцу И огню Его жизнь изменилась После рассказов Епископа Он просит взять Его с собой И крестить В православную веру Дядя Миша А как же его родители Отпустили Или он без спроса Отца у него не было А матери и дяде Хану Берке Он ничего не сказал Боясь что они Его не отпустят Кирилл же возьмет Его с собой Ну пусть возьмет Взял смотри Сажает на коня О поехали Ура Ну вот теперь и мы с вами Можем отправляться домой Давайте Сейчас я только помашу им на прощание Вера Они же все равно тебя не видят Ну и что Эй ги ги Счастливого пути Удачи Дядя Миша А как этого мальчика зовут А его звали Даир Кайдагул Орда Ичинов сын Мы же его знаем Как святого Петра Ордынского Ничего себе А да Алтайушка Прости Мы же домой собирались За поводок взялись А сами заговорились Все Я глаза закрыл Так Ну вот вам свежий чай Спасибо И что же дальше Доктор Расскажите Хан не отправил за ним погоню Его искали в Орде А в это время Юноша прятался у епископа Позже Когда поиски прекратились Святитель Кирилл Крестил его И он стал Святым Да С ним связаны Удивительные истории Например Однажды ему явились Святые апостолы Петр и Павел И повелели Основать в Ростове Монастырь И он основал? Да Петровский Морской монастырь Он и сейчас существует А сам Петр Дожил до глубокой старости И в конце жизни Принял монашеский постриг Да И правда Брат во Христе И что Часто так бывало Что ордынцы Принимали православие? Ты знаешь Довольно часто Многие из них Не только принимали Христову веру Но и шли на службу К русским князьям Даже так? Конечно И не случайно Родоначальники Многих российских Дворянских династий Были выходцами Из Орды Ну например Например Князь Беклемиш Крестился в Мещере Получил имя Михаил И стал Родоначальником Князей Мещерских Чет Мурза Родоначальник Династии Годуновых Он кстати Как и Петр Ордынский Основал монастырь Ему тоже кто-то явился? Сама Божья Матерь На месте Будущего монастыря А русский святой Преподобный Пафнутий Боровский Проправнук Ордынца Амирхана Надо же Аксаковы Бунины Булгаковы Карамзины Рахманиновы Тургеневы Все эти дворянские Фамилии Берут свое начало От крещенных Ордынцев Да Теперь я начинаю Понимать Что значили слова Про друзей Которых надо искать На востоке Дядя Миша А тот князь Которого мы видели Федор Смоленский? Да Он остался жив В той битве В Карах Он же в первых Редах сражался Остался жив И его храбрость Была замечена Хан Менгу Тимур Оценил И наградил его И когда Федор Оказался в Варде Его приняли С большими почестями Он прожил там Несколько лет Несколько лет? А почему? Разве он не ходил домой? Конечно хотел Но знаете Это непростая И даже драматичная история Дело в том Что дома Хотя Может быть посмотрим? Да посмотрим Мне интересно Про него еще узнать Давайте Давайте Только если не совсем Совсем грустно Так Дайте-ка догадаюсь Это А Хан Менгу Тимур Правильно? А перед ним Князь Федор Верно А я хана не узнала Там в горах Он с ног до головы Был в этой Военной форме В доспехах Я так и говорю А теперь На голове почти корона И накидка расшитая А борода Очень даже модная И Вер Давай лучше послушаем О чем они говорят Ага Сейчас Дядя Миша А это тетенька рядом с ним Ханская жена Да? А вон та молодая кто А Михаил Гаврилович Остановите ее пожалуйста Тараторит как сорока Так Разбираемся по порядку Эти женщины Жена и дочь хана О Я угадала А что насчет князя Почему он так долго здесь живет? Как было сказано в летописи Князя Федора Ростиславича Царь Менгу Тимур И царица его Вельми Любяше Что делали? Любили его вер А вельми? Вельми это очень Ну так вот Вельми Любяша И на Русь его Не хотяша пустите Мужество ради И красоты лица его А я понял Не хотели отпускать на Русь Потому что был мужественный И красивый Классно Вер Я понимаю по древнему Точнее говоря По старославянски Молодец И сколько он здесь жил? Три года И стал Менгу Тимуру Почти братом Смотрите Что это он сейчас делает Чашу подает этому хану Что кроме Федора Некому что ли ее подать? Тоже слугу нашли А вы говорите Почти брат Не сердись Фома Это знак доверия Со стороны хана Любой правитель Боится измены И предательства Например Что его отравят А если Федор Чашу подает Значит царь уверен Что тот его не отравит И не предаст Да? Именно так Дядя Миша А мне кажется Или дочка хана Как-то особенно На Федора поглядывает Ой знаешь Вер Меньше всяких фильмов Романтических Надо смотреть Это ты зря Фома Верочка права Юной царевне Юлдус Нравится русский князь Вот так Фомочка А она своей маме Рассказала? Или ты сама догадалась? Наша бы догадалась Ну на этот вопрос Я тебе не отвечу Но мы знаем Что жена Менгу Тимура Очень хотела Чтобы дочь Вышла за князя Федора замуж И когда князь Попросил ее руки? Вера Ты что князя не видишь? Царевна-то на него смотрит А вот он на нее Между прочим нет Он просто стесняется Наверное Нет Верочка Фома прав Дело в том Что князь был женат В Ярославле Его ждали жена и сын Ну вот Непорядок Как жалко царевну И князя тоже жалко Он же наверное Очень хотел домой К семье А хан его не отпускал Что ли? Менгу Тимур И его жена Привязались к князю Как к родному И действительно Очень не хотели Его отпускать Бедненький Но хан должен же был Как-то не знаю Зауважать князя Федора За то Что тот такой верный Так и произошло Хан знал Что верный человек Верен во всем И если князь Так предан своей семье То не способен Ни на какое предательство И в конце концов Он с сожалением Но все-таки Отпустил Федора Представляю Как князь обрадовался И в Ярославле тоже Хотела бы я видеть Как они встретятся Ну Увидим Ух, как хорошо Солнышко светит Птички поют Я даже как Верочка заговорил Ну правда же хорошо И красиво Впереди город виднеется Это наверное Ярославль Стена вокруг него высокая А церкви еще выше Да, колокольни видны Из-за стены О, а вот и Федор мчится Изо всех сил подстегивает коня Аж пыль столбом А за ним слуги спешат Это они подарки везут, да? Да На прощание Менгу Тимур Щедро одарил князя О, смотрите Федор остановился у ворота А они заперты Стучит в ворота Его же не ждет никто Вот сейчас будет сюрприз Откройте 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 Ну что вы там, заснули что ли? Странно, князь стучит Изо всех сил, кричит И ничего Что-то становится подозрительно А что там у них случилось? Вон кто-то на стене наверху показался Спрашивает, кто он такой А он отвечает Князь ваш кто? Открывайте Вон еще люди на стене появились Ой, что это, Фом? Ты слышишь? Какие эти стражники грубые Кричат, что ему нечего здесь делать Это как это нечего? У них теперь другой князь Какой еще другой? Откуда? Сын Федора, Михаил А отцу кричат, что поезжал Откуда приехал А жена-то как же? Может она с ним уедет Раз его не пускают? К сожалению Князь слишком долго был в чужих краях В его отсутствии Жена Федора умерла Как грустно У него теперь Ни семьи Ни княжества Только не реви, пожалуйста Еще не хватало Хотя мне тоже, конечно, обидно Ведь Федор и хану-то помогал Чтобы его княжество Ордынцы не трогали А теперь его свои же знать не хотят И что он теперь будет делать? Он задумался Повернул коня Дядя Миша Куда он теперь? Обратно К Мингу Тимуру Назад? Неужели больше некуда? Фома, не забывай Что князь был глубоко верующим человеком Кто знает Может быть он осознал Что его возвращение в Орду Устроено Богом во благо Во благо? Конечно Князя в Орде любили и уважали К его мнению прислушивались Он был одним из тех Чьими силами христианская вера Укреплялась среди ордынцев А, ну да Помогал им становиться Братьями во Христе Понимаю Ну тогда продолжим разговор уже дома Ну, кому свежего чая? Мне, мне Да и мне Спасибо Дядя Миша Но если князь вернулся в Орду И его жена умерла Значит он теперь мог жениться на ханской дочери? О, Вера Кто о чём А ты о своём всё время Да, мог Но к этому было несколько препятствий Ух ты Как в сказке Надо было выполнить три желания хана Да? Нет, Вера Препятствия были совсем не сказочные Хан Менгу Тимур В отличие от жены Не хотел этой свадьбы Это почему ещё? Хоть Фёдор и был ему дорог Но это был бы неравный брат Неравный? Но Фёдор же князь Вер, ну князей-то много было А хану Золотой Орды всего один Как бы тебе это понятнее объяснить? Ну, вот Но это как если бы королевскую дочку Выдать за какого-нибудь бедного графа У которого даже своей земли нет Вот, да Спасибо, Михаил Гаврилович Ах, да Понимаю Как у королей всё сложно Ох, и не говори Но было ещё одно препятствие Юлдус должна была принять православие Почему? Потому что князь-то был христианином И по церковным канонам Мог жениться только на христианке А она не хотела стать христианкой? Не столько она Сколько сам хан Сначала он противился этому И не сразу принял решение Не мешать счастью любимой дочери Но потом решился? Да Тем более, что для ордынцев Князь Фёдор был всё-таки не чужим человеком Молодец какой этот хан Не стал думать Ой-ой-ой А что же скажут соседи? Да Менгу Тимур умел принимать смелые решения Недаром его считают одним из самых Необычных правителей Золотой Орды Кстати, о нём даже молились Многие русские подвижники и монахи За что это такие почести ему? А за то, дорогой Фома Что он освободил православные храмы От податей А, про подать я знаю Вера-то типа налога, понятно? Ага Вот при Менгу Тимуре Этот налог платить перестали А ещё хан помогал русским князьям Защищать западные границы Посылал в помощь своих воинов Надо же Фёдор помогал воевать хану А хан Фёдору Да Ну так вот Если уж он решил, что свадьбе быть То не только позволил дочери креститься Но даже лично написал письмо Константинопольскому патриарху С просьбой благословить её И что патриарх? Благословил Юлдус приняла святое крещение С именем Анна И был пир на весь мир Ура, ура, ура Ну да Пир горой В Орде В Орде у супругов родились двое сыновей Давид и Константин Кстати, на иконах они всегда изображаются рядом с князем Почему? Они тоже стали святыми? Да, Вера Их мощи почивают вместе с мощами отца А они что, всю жизнь жили в Орде? Нет Хотя и долго Хан приблизил к себе Фёдора И тот занимался делами Орды Почему же Фёдор вернулся на Русь? Из Ярославля пришло известие о кончине Михаила, его сына Значит, Михаил прожил всю жизнь без папы? Грустно Да, Верочка, не весело Но князь смог вернуться на родину вместе с женой и детьми Он столько лет там не был Наверное, его и не помнил уже никто Нет У него остались верные друзья Например, князь Андрей Александрович Сын Александра Невского Он, кстати, тоже участвовал в том походе, который мы видели О, у меня тоже такой друг есть Генка Мы с ним всю жизнь вместе Это с которым вас вместе в колясочках возили? Смейся, смейся А мы друг за друга Да что тебе объяснять-то, девчонка? Ну вот И князья Фёдор и Андрей были такими друзьями Но очень быстро Фёдор завоевал уважение И среди других русских князей Все искали его дружбы И хотели с ним союзничать А почему? Князь был рассудителен и боголюбив А опыт, который он получил, живя в Орде Помогал ему решать очень непростые проблемы Всякие семейные, да? Верно Причём тут семейные? Михаил Гаврилович говорит про... Про... А правда, доктор Про какие проблемы вы говорите? А вот вспомни, Фома Ты наверняка по истории проходил Какая главная беда была на Руси в то время? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Да, он же не мог взять и устроить мир во всей Руси, да еще в одиночку Ну, конечно, не мог, но большое дело слагается из малых Чего-то он мог добиться и один Так, доктор, а можно примерчик, а вот для наглядности? Ага, а то я тоже головой понимаю, но как-то не понимаю Ну что же, но для этого нам надо посетить Владимирский съезд князей Съезд? Как это съезд? Прям с депутатами и все такое, что ли? Ну нет, конечно Съездами на Руси назывались личные встречи князей Что-то вроде семейных советов А, тогда можно У нас Алтайушка сегодня совсем заскучал Да, если ему там будет на кого полаять и за кем побегать, вообще замечательно Ну, боюсь, что будет Алтай, я тебя предупредил Ну, беремся за поводок Так Ну что, палаты, конечно, красивые Лавки резны На полу пушистый ковер В углу перед иконами горит лампадка А на князьях кафтаны расшитые Прямо парадная форма на всех Да, сразу видно Тут серьезные дела обсуждаются Михаил Гаврилович, вы нам только расскажите, кто тут кто Князя Федора мы сразу узнали Только он уже постарел И даже немножко посидел А рядом с ним как раз князь Андрей Тут и других князей много И священники И даже ордынцы есть Встреча была очень важной для всех На нее пришли епископы и ханский посол О, а князья, кажется, сейчас друг на друга прям кинутся Тише, Алтай, ты что? Даже присутствие епископов не остудило пыл князей Тем более ты не поможешь Как же они все друг на друга злятся? Князь Федор встал на сторону своего друга У их соперников тоже были свои друзья И у всех князей были свои армии Еще немного и могла начаться война Да, князья так и подступили друг к другу Наскакивают, как петухи Никто никого не слушает Каждый свое кричит, того и гляди схватятся Да что ж такое, взялись за мечи Они же все свои, ну как же так? Неужели их никто не остановит? Ой-ой-ой, пойдемте отсюда Не хочу смотреть, как они будут тут драться Погоди, смотри, вперед вышел князь Федор Что-то говорит? Совсем не громко Я почти ничего не слышу Зато все князья притихли Слушают Он так убедительно говорит И главное, спокойно Во, епископ его поддержал Они вместе остальных уговаривают Ой, наконец-то князья мечи свои поубирали Сели обратно на лавки И начали спокойно разговаривать Какой молодец князь Федор Настоящий этот, как его, а, дипломат И как это у него получилось Погодите, доктор Вы что-то говорили про опыт, который он получил в Орде Конечно Федор, живя в Орде, осознал в какой-то момент, что главная ее сила в единстве Вот это он сейчас и объясняет князьям Получается, что нам от ордынцев был урок? Конечно Ну и не надо забывать, что все знали Федор пользуется в Орде большим авторитетом Это тоже заставило прислушаться к его словам И что, эти переговоры в результате хорошо закончились? Да Князья его послушали И обо всем договорились мирно Так что мы можем возвращаться со спокойным сердцем Алтаюшка, перемести нас домой, пожалуйста А я вот знаете, что подумал? Если бы у нас в классе до драки дошло Скажу честно, я бы не стал разнимать Я бы тоже ввязался И да какую силу воли надо иметь? Дело не только в этом Князь с детства отличался миролюбием Например, после смерти отца Братья лишили его наследства Оставили только маленький городок, Можайск А он что? Ничего Смиренно это грымел И поэтому, когда он вырос, его все любили и уважали? Ну не только поэтому, конечно Летописец пишет, что князь много помогал бедным и немощным людям И всякий находил у него защиту и покровительство Он заботился о процветании обоих своих княжеств Как обоих? Только Ярославское же было А второе какое? Смоленское Князь получил его после кончины своих старших братьев Он развивал торговлю, укреплял границы княжеств И надо вам сказать, при нем на его земле не было совершено ни одного нашествия орды И значит, он много чего полезного мог сделать И для церкви тоже И он, и его жена Анна построили много храмов Помогали монастырям А в самом конце жизни Ха, доктор смотрит на Алтая Кажется, намечается еще одно путешествие Ну, если не устали Давайте Я совсем не устала И я, я только зап Ну а уж, а про Алтай-то и говорить нечего Ну, закрыли глаза Какая красивая церковь Где это? В Ярославле? Да Это главный храм Спаса Преображенского монастыря Ну-ну, дружище Ну, еще набегаешься А пока посиди Так, пойдемте тихонечко Сколько народу во дворе храма Ой, внутри Просто даже не пройти А что происходит? Совершается постриг Обряд посвящения в монашество А кого это? Постригают Не узнаешь Это же князь Федор Ой, правда Он стал совсем старенький Князь серьезно заболел И, предчувствуя, что наступают его последние дни Пожелал принять монашеский постриг Служба такая торжественная Монахи тихо поют Ой, что это? Михаил Гаврилович Почему князь просит установиться? Монахи глядят друг на друга И люди в храме перешептываются Смотрят на князя Все удивлены Он что, передумал становиться монахом? Сейчас сами все поймете Он о чем-то просит священника А тот соглашается, кивает О, князя поднимают на руки И выносят из храма Ничего не понимаю Пойдемте скорее за ними Подождите, он что-то говорит Что? Он же... Он исповедуется Вслух? Не может быть Тише, слушай Да, он прощения просит У всех этих дяденек и тетенек? Говорит, что если согрешил перед ними То просит простить Ничего себе! Я бы не смогла Да, я бы тоже Если что-то не то сделаешь Даже маме на ухо по секрету И то стыдно сказать А тут на весь двор Князь благословляет И прощает всех, кто виноват перед ним Некоторые женщины плачут И даже мужчины И все говорят, что ни в чем не держат на князя зла И тоже просят их прости И вот только после этого Князь Федор просит отнести его назад в храм И закончить обряд Ой, я сама сейчас плакать начну Да, на меня тоже подействовало Ну что ж, тогда пойдемте заберем Алтая И отправимся домой Да пойдемте, а то Вера сейчас вообще скиснет Алтай, ну вот и мы Вижу, вижу, что рад Ну, перенеси нас домой Так, Верочка, ну-ка, выше нос Вот тебе чашка, вот варенье И еще что-нибудь хорошее расскажите, дядя Миша Я даже знаю, что, Михаил Гаврилович О том, как князя признали святым Или как это называется О прославлении Да, и про какие-нибудь чудеса от его мощей Ведь, наверное, к ним приезжали и всякие паломники, да? Да, и простые люди, и даже цари Иван Грозный, Петр Первый В 1612 году после молебного мощей Отправилось под Москву ополчение князя Пожарского А, это когда была война с поляками Помнишь, Вер, мы видели памятник Минину и Пожарскому на Красной площади? Ага Ну вот А в 1812 году отсюда же двинулось в путь Ярославское ополчение против французов Это потому, что князь Федор ведь тоже участвовал в походах? Считали, что он помогает военным? Ну, не только военным По преданию, когда впервые открыли раку с мощами князя Во время панихиды получили исцеление священника и его сын Сохранились свидетельства, что и после этого случая происходило множество исцелений Вот мы уже вроде их много видели, а все равно удивительно Был больной человек, а потом раз и все Ага, особенно когда слепые вдруг видят или кто двигаться не мог ходят Говорят, что и такие чудесные случаи тоже происходили у мощей князя Один из таких рассказов кажется особенно удивительным Почему? А давайте посмотрим Ну, можно совершить небольшое путешествие Ура! Вер, закрывай глаза, пока доктор не передумал О, но мы не в храме оказались А в чистом поле А Ярославль, вон он где В Алтай, у тебя что ли сил не хватило нас к храму переместить? Нет, Фома, дело совсем не в Алтае А вон в тех людях, которые тоже направляются в город Нам с ними по пути Но только стоит держаться от них подальше Почему? А кто это там кричит? Так громко и страшно Ой-ой-ой, дядя Миша, что это такое? Это не опасно? Приближается Не могу понять, что они еще дерутся что ли? Несколько человек на одного Ой, это он так ужасно кричит Мамочки, Алтайушка, я за тебя подержусь Ну что там происходит у них, доктор? Что это за люди? Почему они все на одного навалились? Да еще и сковали ему руки и ноги Поверь, это для его же блага Этого человека зовут Федор Он много лет прислуживал тверскому боярину Борису Захарину Боярин очень его ценит Но однажды... А, вот повозка подъехала поближе, я их разглядела, кажется, знаю Он сошел с ума, да? К сожалению И никто, никто не может ему помочь Врачи еще не умели лечить подобные болезни И тогда решили отправить Федора к мощам благоверного князя Но в дороге у него случился приступ И поэтому его заковали Ясно? Чтобы он случайно себе не навредил Хорошо, что они уже мимо проехали Мне его хоть и жалко, но все равно очень страшно Ну, давайте тогда за ними следом не пойдем Ну уж нет, Вер, ты как хочешь А мне теперь интересно, что с этим Федором дальше будет Ладно Только вы идите вперед, а я сзади, осторожненько Ох, еле добрались Как же трудно им было его вести А теперь еще труднее войти с больным в храм Он так упирается И даже ругает святого князя Заткну уши, не буду слушать Верочка, не осуждай его Человек болен И он не понимает того, что говорит А вот нечистый дух, который нашептывает ему эти слова Не зря так злится Для него благодать в храме и святые молитвы Как нож острый Ага, и этот дух очень не хочет Чтобы Федор исцелился Ну вот, пошли в храм Начался молебен Смотрите, Федора кропят святой водой Ой, как он кричит И вдруг успокоился Видишь, Вер, у него глаза стали нормальные Смотрит на всех И на свои оковы Как будто не понимает Почему они на нем Вместе со всеми молится теперь И сам святому князю Ага, и прикладывается к его мощам Ух ты Все цепи со слуги Свалились сами с собой Доктор, ведь они ему больше не нужны, правда? Да, ребята Федор совершенно исцелился И домой вернулся в здравом уме На радость всем, кто его любил Как я рада! Вот теперь и у меня отличное настроение Спасибо, дядя Миша Ну что ж, тогда можно и назад отправляться Так, кому чаю? Нет, доктор, спасибо Мы уже пойдем скоро Только у меня последний вопрос Вот сейчас этот монастырь существует? Монастыря уже нет Это музей А Спасо-Преображенский собор Несколько раз перестраивали Но он есть Это самое старое здание в Ярославле Вот, посмотрите в альбоме Как он выглядит сейчас Да, совсем не такой, каким мы его видели Но очень-очень красивый Беленький, крепкий Как гриб-боровичок Ага, и купола на шлемы похожи Такие были на княжеских дружинниках Кстати, монастырь известен еще и тем Что в его библиотеке нашли Самое, наверное, известное произведение Древнерусской литературы Слово о полку Игоря О, знаю, там про поход князя Игоря на половцев Мы по литературе проходили Ой Что такое? Про литературу-то Я же домашку не доделал Ну вот, Фома, ну как же так? Ничего там, немного Он сделает, дядя Миша Я прослежу Ну, Верочка, ну на тебя вся надежда Не беспокойтесь, дядя Миша Спасибо за все И тебе, Алтайка, спасибо До свидания, Михаил Гаврилов До свидания, ребят До новых встреч В гостях засиделись Конца вопросам нету Прощаемся, Вера, Фома Порою вопросы важнее, чем ответы Пусть жизнь нам ответит сама О дальнем, о вечном О личном и сердечном О жизни, о вере О мире бесконечном Мы будем беседовать вновь С Алтаем слетаем Мы дальше, глубже, выше И снова услышим Рассказы дяди Миши А ты нам вопросы готовь А ты нам вопросы готовь Этот и другие выпуски Энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» Вы можете бесплатно скачать по адресу Дети.радиовера.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова